МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Смотрите в программе «Наш ответ» НАСА и Илону Маску. Новейшая разработка российских конструкторов. Космический самолет, способный выходить на околоземную орбиту без помощи ракет-носителей. Какие еще сюрпризы готовят миру российские ученые? Ракеты – это не единственная возможность попасть туда, в космос. Пугающий прогноз астрофизиков. Скорость вращения Земли вокруг своей оси растет. Каким последствиям могут привести эти изменения? Начнутся ураганы, цунами, океаны начнут выходить с берегов. И Земля будет иметь тот же эффект, что ванну, которую мы резко подвинули. Как кресло из борделя стало главным героем дипломатической миссии? Антикварная вещица с пикантной историей. Как развлекались короли? Кресло, судя по всему, было спроектировано для нескольких женщин. Довольно хитрое приспособление. 13 тысяч лет назад на Земле работали дантисты. Археологи обнаружили останки древнейших людей с запломбированными зубами. Откуда наши прародители знали о стоматологии? И кто научил древнего человека пользоваться бор-машиной? Это самый древний пример своего рода стоматологической операции. Передача сообщений силой мысли станет реальностью. Американские ученые начали разработку телепатической машины. Каким способом мы будем отправлять свои мысли за километры? И как скоро новое изобретение заменит привычные мобильные телефоны? Мы будем декодировать только те мысли, которыми вы уже решили поделиться. Неизвестная история Антарктики. Что скрывают льды загадочного материка? Почему ученые ждут потепления? Какие открытия удалось сделать исследователям в Антарктиде? Тонны воды хлынули вниз, достигая скорости тысячи километров в час, уничтожая все на своем пути, меняя ландшафт, поднимая уровень моря. Первым жителям столицы больше пяти тысяч лет. Древнейшие артефакты, найденные недавно в Москве, доказывают, что цивилизация в наших землях появилась еще в эпоху неолита. Какие еще секреты хранятся под плитами современных мегаполисов? Эти орудия разделяют тысячелетия. Ученые предрекают человечеству болезнь страшнее рака и спида. Что станет причиной заболевания? Почему ученые не готовы к появлению смертельных недугов? И как защититься от угрозы? Многие антибиотики теряют свою эффективность. Наш организм просто уже перестал их воспринимать. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Новая разработка отечественных конструкторов. Суборбитальный самолет МГ-19 конструктора Владимира Денисова позволит отправлять посылки в космос без дополнительной помощи. Сейчас для вывода грузов и космонавтов на орбиту используют специальные ракеты-носители с отделяемыми ступенями. Новый космический корабль МГ-19 сможет обойтись без привычных помощников. Первый прототип уже изготавливается в конструкторском бюро. Как изменит новая разработка развития отечественной космонавтики? И чем еще готовы удивить мир наши конструкторы? Мощный, маневренный, экономичный. Так конструкторы характеризуют новый отечественный шаттл. Он способен полететь на Луну, обогнуть Венеру и вернуться обратно. Реализация этого проекта – революция в мировой космонавтике. Ракета – это не единственная возможность попасть туда, в космос. Это может быть действительно и самолет, у которого есть ракетный двигатель, и он спокойно поднимется на высоту, до 100 километров. Новый космический корабль многоразового использования будет двигаться в поле гравитации планет. Базой для такого решения станет суборбитальный самолет МГ-19. Это один из нереализованных советских проектов. Для создания тяги на корабле конструкции предусмотрены ракетные двигатели и даже ядерная установка. Использование ядерной установки в данном проекте, в принципе, возможно. Но мы к этому идем. Мы, по крайней мере, эти реакторы и создавали их раньше, и сейчас создаем, для того, чтобы сделать более совершенным реактивный двигатель, чтобы мы могли летать быстрее, чтобы быстрее до Марса долететь. Это делается. Корабль полетит без ракеты-носителя. По подсчетам специалистов, в производстве и эксплуатации этот шаттл будет дешевле всех существующих аналогов. А использовать его можно даже для длительных полетов на Луну или Марс. Сейчас космические челноки производят только США. Американский «Пегасус» уже 20 лет безаварийно выводит спутники на орбиту. Но цена каждого такого полета составляет примерно 50 миллионов долларов. Он выводит 450 килограмм. Для сравнения, российский «Протон» стоит 70 миллионов долларов и вводит 20 тонн. 50 миллионов и 450 килограмм – 70 миллионов и 20 тонн. Разница существенна. Поэтому для этого эту ракету применяют, вот эту дорогую американскую, и даже коммерческие пуски на них совершаются. Однако у отечественной разработки уже появился серьёзный конкурент. Глава компании SpaceX Илон Маск проанонсировал запуск шаттла Falcon Heavy. Именно эта ракета многоразового использования через год полетит в туры на Луну. Ожидается, что время в пути составит около 6-7 дней. Ракета Falcon Heavy сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 54 тонн груза. Для полётов на Марс цифры немного скромнее, но тоже немало – 13,5 тонн. В тяжёлой ракете в качестве ускорителей используют три первых ступени конструкции. Если Маску удастся доказать, что ракету нужно действительно использовать много раз, не просто один-два раза повторно использовать, а много раз, то это серьёзно увеличит добавочную стоимость этого основного средства и внесёт колоссальный вклад в рост, экономический рост, монетарный рост отрасли космических услуг. Сегодняшнее освоение космоса вновь стало напоминать звёздные гонки между Советским Союзом и США 60-70-х годов прошлого века. И, по мнению экспертов, в этом раунде на карту поставлен уже не только престиж страны, но и вопрос выживания. Если инновации создаются, то как раз таким образом, методом проб и ошибок, и я лично уверен в успехе, если не этого, космического перевозчика, то отрасли космических услуг в целом. Старт первой миссии на Марс запланирован уже через три года. Кто окажется там первым? Вот главная интрига ближайшего десятилетия. И не последняя роль в космической гонке отведена ракете-конструктора Денисова. Посмотрите на это фото. На первый взгляд это похоже на обычный игрушечный кубик. В это сложно поверить, но на самом деле перед вами настоящий космический аппарат будущего. Его изобрёл студент из Индии Рефар Шарук. 18-летний гений оснастил свой спутник полноценным бортовым компьютером и отправил прототип в НАСА. Эксперты Национального космического агентства всерьёз заинтересовались разработкой студента. Скорее всего, изобретение Шарука уже в ближайшее время отправится в космос. Главной задачей аппарата станет отслеживание изменений скорости вращения Земли вокруг своей оси. И возможно, именно этот маленький приборчик сможет спасти нашу планету от надвигающегося апокалипсиса. Наша планета ускоряется. К такому выводу пришли западные эксперты. На сегодняшний день скорость вращения планеты примерно 1674 км в час. Правда, эта величина нестабильна. Она имеет определённый диапазон колебаний. И это процесс цикличный. То есть каждые 10-20 лет планета то ускоряется, то замедляется на незначительные доли секунды. И эти показатели считаются нормой. В последний раз планета начала своё ускорение в 1973 году. По прогнозам учёных, снижение скорости вращения должно было наступить не позднее 2010 года. Но если верить показателям датчиков слежения, мы продолжаем увеличивать скорость. Если в разы произойдёт ускорение вращения Земли, то произойдёт то же самое, что произойдёт в ванне, наполненной водой, которую резко подвинутся. Вода начнёт вплёскиваться. То же самое на Земле. Начнутся ураганы, цунами, океаны начнут выходить с берегов. Ураганы и движение воды спровоцируют другие явления. Если провести несложный анализ, то можно заметить, что за последние 15 лет количество природных катаклизмов на Земле возросло в десятки раз по сравнению с показателями середины прошлого века. Но в масштабах целой планеты мы, кажется, просто не в состоянии заметить эти изменения. Ускоряется незаметно, и мы это не чувствуем, потому что ускоряется ритм жизни, все остальные явления, растения растут быстрее и так далее. Но в абсолютных величинах оно ускоряется. То есть никаких других изменений, кроме того, что Солнце густает раньше, мы не заметим. Последние годы учёные наблюдают повышенную сейсмическую активность и повсеместное пробуждение, казалось бы, уже потухших вулканов. Частота наводнений на планете зашкаливает. Но связаны ли эти события с ускорением вращения Земли? Пусть каждый поработает своей фантазией и представит, что примерно может произойти в этом случае, если океаны начнут движение в одном направлении. Понятно, да? Наводнения, ураганы и прочие вещи. Океаны выйдут из берегов, ураганы – страшные силы, ну и плюс различные другие природные явления. Вулканическая деятельность, трещины земной корей и так далее и тому подобное. Благодаря голливудским режиссёрам мы привыкли воспринимать конец света как одномоментный катаклизм. Но что если апокалипсис – это процесс длительный, который может происходить веками или тысячелетиями? И уже сегодня человечество наблюдает начало конца света. В это сложно поверить, но, по мнению российских климатологов, от масштабного ускорения вращения Земли и последующих катаклизмов нас может спасти только глобальное потепление. Это глобальное потепление вот восточной части Тихого океана, в районе Южной Америки, ну и вплоть до 180 градуса долготы. Там, значит, теплеет, и в результате атмосферная циркуляция, западные ветры усиливаются. Скорость вращения Земли замедляется. Получается, что процесс, на борьбу с которым человечество ежегодно тратит миллионы долларов США, может оказаться нашим спасением. Правда, по предсказаниям тех же климатологов, у потепления тоже есть свои риски. Изменение климата приведет к увеличению сейсмической активности в десятки раз, расширением территорий гигантских смерчей и ураганов, а также затоплениями большинства островов и прибрежных земель. Далее в программе. Необычный антиквариат. Кресло из дома терпимости, которое стало залогом мира между Англией и Францией. Как королевские слабости влияли на мировую политику 20 века? Кресло, судя по всему, было спроектировано для нескольких женщин. Довольно хитрое приспособление. Неандертальцы ходили к стоматологу. Археологи обнаружили останки древнейших людей с запломбированными зубами. Какой дантист практиковал в древнем мире? Кто научил наших предков о замстоматологии? И почему древним пломбам позавидовал бы любой король средневековья? Это самый древний пример своего рода стоматологической операции. Сенсационная разработка ученых. В Америке строят машину для телепатии. Каким образом современные технологии будут передавать мысли на расстояние? И почему американские ученые 21 века странным образом копируют засекреченные разработки советских физиков? Мы будем декодировать только те мысли, которыми вы уже решили поделиться. Ледяной панцирь Антарктиды трещит по швам. Какие тайны открыли земли материка? Что скрывается в глубинах Антарктики? И почему ученые ждут потепления? Представьте себе, что сегодня может произойти с нашей цивилизацией, если уровень моря поднимался на 9-12 метров? В центре столицы люди жили еще 5000 лет назад. Артефакты эпохи неолита под плитами мегаполиса нашли строители. Что мы еще не знаем о наших предках? Возможно ли, что цивилизация в России появилась намного раньше, чем написано в учебниках? Эти орудия разделяют тысячелетия. Болезнь страшнее рака и спида может погубить человечество. Что станет причиной заболевания? Как победить будущую угрозу? И почему медики признают, что не готовы к новой эпидемии? Многие антибиотики теряют свою эффективность. Наш организм просто уже перестал их воспринимать. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Эта антикварная вещица принадлежала английскому королю Эдуарду VII. Необычное кресло из красного дерева, украшенное эмалью, позолотой и обито тончайшим шелком. Мало кто знает, но этот предмет интерьера получил название «Кресло мира». Есть версия, что именно благодаря ему было подписано так называемое «сердечное соглашение» между Францией и Англией, которое положило конец столетней драке за Африку. Вы удивитесь, но стояло это кресло не в покоях короля, а в одном из самых популярных парижских борделей. Но как с помощью его творилась история? Оригинал этой забавной вещицы хранится в частной коллекции в Париже, а копия выставлена в музее Праги. Если верить историческим архивам, над конструкцией кресла трудился лично Эдуард VII. Тучный самодержец в молодости был весьма любвеобильным, а это кресло должно было помочь Лавеласу предаваться утехам сразу с несколькими партнершами. Интересно то, что кресло, судя по всему, было спроектировано для нескольких женщин. Довольно хитрое приспособление. Если вы посмотрите на кресло, оно оставляет простор для воображения. Писатель Тони Перотет посвятил несколько лет изучению необычных увлечений монархов. По его словам, Эдуард был частым гостем знаменитых парижских борделей. В самом изысканном Ла Шабане у наследника престола были собственные апартаменты, где кроме кресла стояла медная ванна. Ее украшала фигура женщины-лебедя. Эту ванну наполняли шампанским. Считалось, что алкоголь помогает расслабиться и придает телу молодость. Среди монархов даже существовало поверье, что шампанское вызывает длительную эрекцию. В 1875 будущий король Эдуард совершил большое путешествие в Индию. По одной из гипотез, именно там он впервые столкнулся с искусством любви, о котором в Европе еще не слышали. Ходят слухи, знаменитая Камасутра настолько впечатлила Эдуарда, и он решил во что бы то ни стало испробовать все позы. У него в распоряжении было очень много времени, которое он посвятил наслаждением. У него было много денег. Он был знаменит. Он позволял себе уезжать на целые месяцы в Париж. В ту его часть, которую назвали клитором Парижа. Правый берег сены. Пересечение трех улиц, где были сосредоточены лучшие бордели. Страсть Эдуарда к необычным развлечениям в женском обществе не осталась незамеченной. По одной из версий, президент Франции Эмиль Лубе и его хитрый премьер-министр Эмиль Комп решили использовать любовь Эдуарда к пикантному в своих целях. Так родилась идея установить кресло мира в лучшем парижском борделе. Спустя некоторое время Эдуард после очередного посещения этого увеселительного заведения уступил часть африканских территорий Франции и заключил знаменитое сердечное соглашение. Оно не только урегулировало многолетние разногласия между Лондоном и Парижем по вопросам колоний в Африке, Азии и Марокко, но и стало первым соглашением о создании военно-политического блока. Англия со Францией всегда раздавала, я уже не говорю про столетнюю войну, всегда какие-то были территориальные споры. Именно тогда и создавалась такая идея сделать сердечный союз, который бы противостоял бы прежде всего нападкам на их колонии. Он, собственно говоря, в этот момент мог бы создавать парообраз нынешнего Евросоюза под английским влиянием. С этого эпизода началось плотное сотрудничество между Британией и Францией. И кто знает, было бы оно возможным, если бы не знаменитое кресло и страстные парижские куртизанки. 13 тысяч лет назад древние люди знали о стоматологии не меньше нас. К такому выводу ученые пришли после анализа новых археологических находок. Во время раскопок в Италии профессор Хублин обнаружил запломбированные человеческие зубы. Поставленные пломбы даже спустя тысячелетия говорят о качественной работе дантиста. Первобытный кариес был вычищен и высверлен по всем правилам. Но откуда у людей верхнего палеолита появились знания о стоматологии? Кто обучил древнего человека профессии дантиста? Эта находка в буквальном смысле лишила археологов дара речи. Если верить углеродному анализу, этим зубам десятки тысяч лет, и принадлежали они неандертальцу. Но выглядят они так, словно над ними поработал современный дантист. Французский палеоантрополог Жан-Жак Хублин лично исследовал обнаруженные в Италии останки. Профессор уверяет, древние люди аккуратно высверливали зубы до самого корня, тщательно вычищали отверстие, а после пломбировали его специальной смесью из смолы и лечебных трав. Так неужели наши предки научились лечить зубы раньше, чем освоили письменность и придумали колесо? Мы исследовали этот зуб с помощью сканирования. Это самый древний пример своего рода стоматологической операции, который известен науке. Ученые предположили, что для лечения зубов древние стоматологи использовали миниатюрный кремниевый инструмент. Это нечто среднее между иглой и современным сверлом. Единственный вопрос, на который пока нет ответа, как они умудрялись высверливать настолько идеальные отверстия? Ведь электрического привода у древней бормашины точно не было. Любопытно, что в ходе исследования в зубе была обнаружена полость искусственного происхождения. Она была кем-то высверлена с помощью сильно заостренного кусочка кремния, с целью предотвратить болевые ощущения. Удивительно, но древние стоматологи умели обеззараживать и знали, как быстро обезболить проблемных зуб. Об этом говорят результаты бактериального анализа зубов сразу нескольких неандертальцев. Во рту некоторых из них ученые обнаружили следы тополя. Именно из него спустя тысячелетия, в 19 веке, стали делать всем известный аспирин. Но как до этого могли додуматься неандертальцы? В древности могли делать больше и смол, смешанных с лекарственными препаратами, травами, которые убирали воспалительные процессы, закрывали в том числе и тоже отверстия в зубе. Помимо запломбированных зубов, ученые обнаружили на раскопках несколько черепов со странными отверстиями в теменной области. Экспертиза показала, их тоже делали специально. Но кто и, главное, для чего проделывал трепанацию черепа в каменном веке? В музее Лимы хранятся трепанированные черепа инков, ацетеков. Они имеют как бы прижизненное заживление края. Видно, когда операция закончилась смертью индивида. Тогда края вот этого отверстия, они не заживлены, и они не имеют округлой формы. Некоторые исследователи считают, что наши предки дырявили черепа в ритуальных целях. Но большинство ученых уверено, древние люди проводили трепанацию исключительно по медицинским показаниям. Небольшое отверстие в черепной коробке помогало им снижать давление и улучшать приток крови к мозгу. Скорее всего, да, может быть, какие-то отделы мозга, они тем самым пытались улучшить, вставлялись даже определенные имплантанты туда, это тоже видно. Там и кварцевые было стекло, и какие-то еще. Вполне возможно, что, в общем-то, определенные зоны мозга раздражались с помощью солнечного света, там, переломляясь через вот эти линзоподобные кварцевые стекла и создавали в работе мозга какие-то новые эффекты. Главный вопрос, который мучает ученых сегодня, кто обучил наших предков этим хирургическим премудростям? Уфологи придерживаются мнения, что передовые знания древние люди получали от более развитых цивилизаций, возможно, даже инопланетного происхождения. Но официальная наука пока не готова всерьез рассматривать подобные гипотезы. Далее в программе. Передача сообщений силой мысли станет реальностью. Американские ученые начали разработку телепатической машины. Каким способом мы будем отправлять свои мысли за километры? И как скоро новое изобретение заменит привычные мобильные телефоны? Мы будем декодировать только те мысли, которыми вы уже решили поделиться. Неизвестная история Антарктики. Что скрывают льды загадочного материка? Почему ученые ждут потепления? Какие открытия удалось сделать исследователям в Антарктиде? Тонны воды хлынули вниз, достигая скорости тысячи километров в час, уничтожая все на своем пути, меняя ландшафт, поднимая уровень моря. Древняя цивилизация под старой Москвой. Во время строительных работ в центре столицы были обнаружены артефакты эпохи неолита. Кто жил в России пять тысяч лет назад? И почему нам не рассказывают об этом на уроках истории? Эти орудия разделяют тысячелетия. Ученые предвлекают человечеству болезнь страшнее рака и спида. Что станет причиной заболевания? Почему ученые не готовы к появлению смертельных недугов? И как защититься от угрозы? Многие антибиотики теряют свою эффективность. Наш организм просто уже перестал их воспринимать. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. У меня в руках копия древнеегипетского артефакта – стеллы жреца Чеа. Оригинал находится в парижском Лувре. На ней изображен ритуал телепатического общения между мирами людей и богов. Египтяне верили, что в бестелесном мире у каждого человека есть своего рода двойник. С его помощью можно передавать мысли не только богам, но и живым людям. Телепати интересовались и советские ученые. В течение нескольких лет в лабораториях СССР разрабатывался аппарат для транслирования информации на расстоянии. Его даже тестировали на знаменитых экстрасенсах – Джуни, Анатолий Кашпировском и Алане Чумаке. Опыты длились два года, а затем про разработку забыли, но совсем недавно заброшенное детище советских исследователей неожиданно появилось в США. Как оказались наши разработки на Западе? И что представляет из себя телепатический аппарат будущего? Кажется, что эти мужчины просто играют в странную компьютерную игру. На самом деле, в Вашингтонском университете вот так впервые успешно применили телепатию. Один из ученых мысленно давал команды другому, когда надо было нажимать на кнопки. Пока это больше похоже на азбуку Морзе. Из мозга в мозг поступали короткие электромагнитные вспышки, но нейробиологи уверены – это только начало. Да! Существует! Хорошо! На головах у подопытных – шапочки с проводами-электродами. По сути, это обычный энцефалограф. Такие устройства активно используют в современной медицине. При помощи них считывают импульсы мозга. Именно на основе этого аппарата США и СССР пытались создать телепатическую машину. И американцам это почти удалось. Их компьютеры уже расшифровывают и передают данные энцефалограммы. В человеческом мозге 86 миллиардов нейронов. Он может обрабатывать терабайт информации в секунду. И в этом и кроется проблема – как достать всю эту информацию из мозга и показать ее миру. Взломать ваш мозг и проникнуть в ваш разум – вот цель номер один для крупнейших американских корпораций. Эта женщина в черном на сцене – Регина Дуган. Раньше она работала в Министерстве обороны США. А сейчас возглавляет Центр исследований в одной из социальных сетей. В ее команде 60 лучших ученых и инженеров. Вместе мы создаем систему, которая позволит вам печатать со скоростью 100 слов в минуту в 5 раз быстрее, чем вы можете это делать руками на своем смартфоне. То есть напрямую из вашего мозга. Звучит заманчиво. Не правда ли? По сути, сотрудники корпорации открыто признались. Они хотят читать ваши мысли. И уже создают для этого телепатические машины. Разработчики даже придумали, как обойти закон о неприкосновенности частной жизни. Мы будем декодировать только те мысли, которыми вы уже решили поделиться, отправив их в Центр речи в мозге. У вас есть множество мыслей, и вы выбираете лишь некоторые из них, которыми вы бы хотели поделиться. Биллиардер Илон Маск тоже решил заняться телепатией. Не исключено, что это госзаказ. Хотя Маск утверждает, его технология поможет общаться парализованным людям. Но эти разработки могут использоваться не только врачами, но и военными. Спецслужбы США телепатией интересуются уже давно. Эти эксперименты были еще в начале прошлого века. Идеальным применением, собственно, мечтой любой разведки являлось бы считывать мысли. Ну, то есть лишить нас последнего покрова, последнего рубежа обороны нашей индивидуальности. Пока телепатические машины еще не запустили в производство, для шпионажа использовали людей, обладающих от природы даром чтения мыслей. Недавно ЦРУ рассекретило более 12 миллионов страниц документов. Это информация по работе разведки с 1940 по 1990 год. Среди обнародованных материалов оказалось досье проекта «Звездные врата». Программы по вербовке телепатов. Одним из подопытных был известный иллюзионист Ури Геллер. Геллера тестировали различными методами. Вот один из примеров. Это рисунки, сделанные Ури с помощью так называемого чтения мыслей. Агент, сидящий в одной комнате, рисовал предметы на листах бумаги, а Геллер, находящийся в другой, должен был воспроизвести их. Таким же образом американцы надеялись скопировать секретные чертежи советских военных разработок. В разведслужбах разных стран мира есть подразделения, которые занимаются и оккультными науками, и там непознанными возможностями, всякими экстрасенсорными возможностями. По большей части это полная ересь, на 90-95%. Но некоторые из их результатов реально интересны, полезны, используете в практике. Между разведками двух стран началась настоящая борьба разумов. Полковник генерального штаба в отставке Виктор Мелентьев утверждает, России удалось разработать уникальный способ защиты от телепатических атак. Противодействие обязательно нужно подготовить. Это специальная технология, в которую человек погружается, и он убирает себя из человеческой пространства. Смогут ли обычные люди обеспечить себе подобную защиту? Эксперты по кибербезопасности считают, что это маловероятно. В Китае уже создали первую рабочую модель телепатической машины. Этот компьютер пока не способен дословно расшифровывать мысли, но уже может понять, о чем человек думает. А значит, что в скором будущем к вопросам о защите интеллектуальной собственности и частного пространства может добавиться новый пункт. Ледяной панцирь Антарктиды трещит по швам. Недавно от ледника Пайн-Айланд откололся айсберг длиной примерно 3,5 километра. Исследователи сравнили его размеры с Манхэттеном. Впереди материк ждет новая катастрофа. Колоссальная глыба. Крупнейший в истории айсберг длиною 160 километров вот-вот отправится в свободное плавание, сминая все на своем пути. По мнению ученых, отколовшиеся массы льда освободят грунт, который не видел солнечного света несколько миллионов лет. Какие древние тайны откроются человечеству? Неужели мы наконец-то сможем заглянуть внутрь антарктической земли и собственными глазами посмотреть на прошлое нашей планеты? Загласно новым международным правилам, ни одно частное судно или самолет в следующие 35 лет не имеют права приближаться к берегам шестой части света. Какую загадку скрывает этот материк? За 200 лет со дня официального открытия Антарктиды мы практически ничего не узнали о ней. Разве это не странно? Достоверных сведений практически нет. Потому что там работают только люди соответствующего профиля. Очень часто связаны с подпиской его неразглашения. Поэтому что-либо объективно сказать сложное. Известно о всяком случае, что, например, американские специалисты, все, которые работают на американской станции, они представляют специальные службы. Либо военные службы какие-то, либо другие. То есть это не просто гражданские специалисты, скажем так. Со времен СССР о работе полярных станций нам сообщают лишь скупые официальные сводки. На ледяном континенте все спокойно. Но что скрывается за этим спокойствием? Британский исследователь Грэм Хэнкок долгое время занимался сбором информации о том, что происходило или могло происходить на самом холодном континенте мира. Многолетние поиски ответов на вопросы привели Хэнкока к сенсационным выводам. Антарктида — это погибшая Атлантида. И он готов это доказать. Прекрасная цивилизация Атлантиды была уничтожена наводнением и землетрясением всего за одни сутки, полной ужаса. И я действительно считаю, что мифы о наводнениях со всего мира, среди которых, конечно же, миф об Атлантиде, это воспоминания о реально произошедших событиях, сохранившихся в мифах и традициях народов. Но что же могло погубить страну великих Атлантов? В библейских источниках о сотворении мира есть упоминание о некой паровой оболочке — воды над небесной твердью. По мнению ученых, именно наличие такого слоя над планетой могло создать умеренно теплый климат над обширными территориями по всей Земле. Если паровая оболочка над материком действительно существовала, то разрушение этого слоя могло стать причиной масштабного катаклизма, способного уничтожить Великую Атлантиду за один день. Тонны воды хлынули вниз, достигая скорости тысячи километров в час, уничтожая все на своем пути, меняя ландшафт, поднимая уровень моря. Уровень моря поднимался на 30-40 футов 9-12 метров за ночь. И такое случалось дважды за последний ледниковый период. Представьте себе, что сегодня может произойти с нашей цивилизацией, если уровень моря за ночь поднимется на 30-40 футов. Мне кажется, нам тут же придет конец. История глобального катаклизма существует в легендах многих народов. У индейцев сохранились предания, очень напоминающие известные диалоги Платона об Атлантиде. Интересно отметить, что Платон, который упоминает об истории Атлантиды, говорит, что эту историю передавали из поколения в поколение от его настолько дальнего родственника, что тот, в свою очередь, узнал ее от древних египтян. Что значит приблизительно 9600 год до нашей эры, или 11600 лет назад. Около 12 тысяч лет назад. Это как раз был самый пик таяния льдов в последний ледниковый период. Как раз именно тогда имели место глобальные потопы. Разрушение паровой оболочки Земли, вызвавшее глобальные потопы, и как следствие возникновения ледника, именно это стало причиной гибели загадочной Атлантиды. Но то, что сегодня скрывают льды Антарктики, возможно, могло бы дать ответы на многие вопросы человечества. Сейчас, например, идут дискуссии очень важные, касательно того, что по ряду предположений именно на территории Антарктиды находится самый большой ударный кратер. Но пока что его исследование затруднено, потому что большие области заняты льдом. Буквально за месяц до подписания договора о консервации ледового континента на сайте Викиликс была опубликована фотография, сделанная с орбитального спутника. Это была снята огромная дыра. Дыра в земле, просто отверстие в земле, которая не соответствовала никаким земным научным стандартам. То есть это было нечто, что образовалось в поверхности земли посредством то ли какого-то взрыва, то ли какого-то выброса, и чего неизвестно. И вот так вот все это осталось в подвешенном состоянии. Что с этим местом сейчас, никто толком ответить мне не мог. Атлантида, похороненная подо льдами Антарктики, манила многих правителей. Адольф Гитлер до последнего дня войны не терял надежды разгадать тайну атлантов и найти ключ к технологиям загадочной расы. Во времена арктической гонки за право открытия норвежские и британские ученые отметили, что не могут объяснить резкие перепады температур и частую смену погоды на загадочном материке. Что касается Антарктиды, то она тоже, что называется, к мантии гвоздями не прибита. Естественно, относительно материков и материки относительно нее тоже как-то вальсировали. Но мы знаем, допустим, сейчас совершенно точно, на основании ледовых кернов Антарктида несколько раз, неоднократно, испытывала некие климатические колебания. То есть там было временами очень холодно, потом леды растаивали, потом процесс начинался заново. По мнению ряда исследователей, сегодня мы находимся на пороге начала смены климатических поясов. Одним из доказательств гипотезы климатологи называют явление кровавого водопада на антарктическом леднике Тейлор. Дело в том, что источником влаги, как показывают исследования, является внутреннее озеро, которое находится на глубине под ледником уже более миллиона лет. Долгое время оно не могло разлиться до таких масштабов, чтобы выйти на поверхность. Но сегодня богатая железом красная жидкость все чаще выходит наружу. В центре Москвы археологи обнаружили древние артефакты. Ими оказались кремниевый резец и фрагмент скребка. Найденным орудием труда больше пяти тысяч лет. Они относятся к эпохам Мезолита и Неолита. Это означает, что, возможно, территория Москвы была обжита первыми людьми намного раньше, чем считали историки. Какие еще секреты хранятся под каменными плитами современных мегаполисов? И что, если первые цивилизации на территории России появились намного раньше, чем нам рассказывают в учебниках? Пять тысяч лет назад территория Москвы и области представляла собой настоящую тундру. Там, где сегодня стоит Кремль и течет Москва-река, в эпоху Неолита бродили мамонты и огромные мускусные быки. А по их следам шли первобытные охотники, вооруженные каменными ножами и топорами. В школьных даже учебников мы помним, что Москва располагается в очень выгодном географическом месте, что природные условия позволяли древним начале охотникам и собирателям, потом даже и древним земледельцам осваивать эти территории. Но когда они появились, как активно они осваивали территорию, все это существовало только в виде каких-то домыслов. Стоянки древних людей находились примерно в тех местах, где сегодня расположены улица Сретенка и Покровский бульвар. Именно там и удалось обнаружить древние орудия труда. При помощи кремниевого резца наши далекие предки обрабатывали кости, кожу, рога и некоторые породы камней. А скребок служил им для выделки шкур убитых животных. Эти орудия разделяют тысячелетия. Более старое из них было обнаружено, это где-то пять тысяч лет, на Сретенке, более молодой на Покровском бульваре. И они относятся к разным эпохам каменного века. Сенсационная находка позволит переписать всю историю. Неужели мы – ровесники самих шумеров, жителей самой древней цивилизации на Земле? Российские ученые предполагают, что зарождение и становление человечества могло происходить параллельно, одновременно на разных континентах. Было несколько ветвей, объективно несколько было потоков. Есть поток европейский, так называемый, то, что через Европу, и в итоге попало к нам на Среднюю Россию. Есть поток азиатский, это, соответственно, направление в сторону Китая. Есть вот совершенно новая находка, это, как раз, академика Деревянка, а это на Утане нашли, в Педенисской пещере, фалангу вот этого древнейшего человека, это Денисовцы, отдельная ветвь. Подтверждает эту гипотезу и недавняя находка, сделанная российскими археологами на территории Турции. Первобытная дрель. Палка, к концу которой привязан кремниевый камень. По мнению специалистов, она использовалась для создания украшений. Ее возраст – 7,5 тысяч лет. Если отталкиваться от этих открытий, то можно сделать вывод, что точный возраст человека разумного современной науке до сих пор неизвестен. Не так давно наши ученые обнаружили во Вьетнаме самую древнюю в мире фабрику. Это кажется невозможным, но ей 800 тысяч лет. И, как показывают уже проведенные анализы, производство орудий труда в глубокой древности было поставлено на поток. А значит, что уже сотни тысяч лет назад люди обладали гораздо более развитым интеллектом, нежели принято считать. Далее в программе. Ученые предрекают человечеству болезнь страшнее рака и спида. Что станет причиной заболевания? Может ли оно погубить человечество? Почему врачи признают свою беспомощность перед смертельным недугом? Как возникнет эпидемия? И какие средства защиты можно найти уже сегодня? Есть ли шанс победить будущую угрозу? И почему медики признают, что не готовы к этой войне? Многие антибиотики теряют свою эффективность. Наш организм просто уже перестал их воспринимать. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. На Земле появятся новые смертельные заболевания. По мнению исследователей, они будут намного опаснее уже знакомых человечеству спида и рака. В это сложно поверить, но возбудителями этих болезней могут оказаться микроорганизмы, живущие в наших телах уже сегодня. К таким выводам ученых подтолкнули результаты последних исследований пауков, проведенные японцами. Изучив членистоногих, зоологи обнаружили в телах насекомых более полутора тысячи неизвестных ранее науки бактерий. Такое изобилие опасных микроорганизмов, по мнению экспертов, не могло возникнуть вследствие заражения. Тогда откуда появились эти полчища опасных поселенцев? И может ли подобное произойти в теле человека? Инфекционисты бьют тревогу. Привычные бактерии и вирусы мутируют до неузнаваемости. Процесс этот происходит слишком быстро, и с каждым годом ситуация все серьезнее. В итоге врачи вместо привычных оспы, тифа и туберкулеза стали сталкиваться с возбудителями-монстрами. Новые вирусы не возникают ниоткуда. Они также возникают в процессе эволюции от уже существующих вирусов. Итак, если это происходит, это нехорошо для человечества. Таким образом, всегда будут такие приходящие эпидемии. Но больше всего врачей пугает другое. Бактерии уже приспособились ко всем известным антибиотикам. А это значит, что лечить болезни становится все сложнее. Бактерии-мутанты уже совсем скоро могут вернуть человечество в средневековье. Мы выживем, но давайте проанализируем то, что происходило с человечеством до появления современной медицины. Представьте себе, в средние века в Европе 40% людей умирали от самых банальных болезней. В Индии, Китае и России вновь наблюдаются вспышки туберкулеза. Причем вызывает болезнь мутировавшая палочка Коха, против которой лекарство еще не придумано. Эту напасть уже прозвали крылатой эболой. Она передается с кашлем и чиханием и практически не оставляет больным шансов на выживание. Современная медицина бессильна против бессмертных бактерий и мутирующих вирусов. Они видоизменяются, включая изменения собственной формы для того, чтобы противодействовать антибиотикам. Ведь антибиотик – это просто определенная среда или определенное химическое вещество, которое проникает в бактерию и может служить для нее иногда даже и пищей. Как утверждают врачи, в одной только Европе от невосприимчивых к антибиотикам бактерий умирает 25 тысяч человек в год. В США – более 20 тысяч. Конечно, мы можем говорить о непрекращающейся войне между человеком и различными вирусами. Вирусами инфекционных заболеваний, другими вирусами. И мы всегда боролись и боремся с ними. Однако, когда люди выживают, это отличный знак, потому что это означает, что все же есть люди, которые способны противостоять вирусу. Таким образом, мы рано или поздно сможем найти препараты, вакцины, которые помогут остальным людям выжить. Эксперты из Всемирной организации здравоохранения уверены, эпицентр и главный виновник распространения супербактерий – это Китай. А все из-за того, что местные фермеры пичкают свою продукцию сильнейшими антибиотиками. В итоге, люди по всей планете каждый день едят отравленные медикаментами продукты. Мы едим пищу с антибиотиками. Вдобавок, врачи часто прописывают антибиотики, даже если пациент обращается к ним с обычной простудой. Наш организм просто уже перестал их воспринимать. Многие антибиотики теряют свою эффективность. Всемирная организация здравоохранения уже обратилась к сельскохозяйственным предприятиям с просьбой отказаться от применения антибиотиков. Однако фермеры думают прежде всего об экономической выгоде. Единственный способ защититься от бактериологического апокалипсиса на сегодняшний день – это покупать проверенные отечественные продукты и не употреблять антибиотики без острой необходимости и рекомендации врача. Наш мир полон тайн и загадок. И каждый раскрытый секрет – еще один шаг на пути к истине. Давайте идти по этому пути вместе. С вами был я, Олег Шишкин, и вы смотрели «Загадки человечества». Субтитры подогнал «Симон»